Намаскар, друзья! Хотел бы немножко рассказать про школу. Школа Игоря Андреева это не какая-то организация, это стиль жизни. Стиль жизни тот, который я предлагаю в результате своих каких-то исследований в результате своего труда, обучения. Я вывел некую формулу из различных систем, свел их в единую систему, которая в общем-то является достаточно успешной и хорошо работает и помогает, если все использовать правильные качества. Итак, начало мной было положено, начал я заниматься в 17 лет восточными видами единоборств, соответственно, ушу, кунг-фу. Все это происходило без учителя, на фильмах и так и в первый раз, самый первый раз, с чего вообще началось видение энергии, понимание, что такое энергия. Я пришел к своей подружке, она была дочкой дипломата, у них был видеомагитофон и я зашел в гости, чай, он говорит, а хочешь фильм посмотреть? Я говорю, какой фильм? Она говорит, вот, есть фильмы. Я говорю, ты хочешь в кинотеатр, чтобы мы сходили? Она говорит, да нет, дома. Я говорю, как дома? На телевизор, ничего такого нет. Она говорит, да нет, есть такое устройство, называется видеомагнитофон. Я говорю, что, это как это? магнитофон знаю видео вот знаю что такое видео мы пошли на самом не приводит это коровка значит и я говорю и как это действует она начинает объяснять интерфейс что это вот кассеты вставляется это вот на экран ну давай какой-то фильм выбираешь я смотрю давай вот этого глюк худого злого китайца это брюс ли там же подписан а кто такой брус ли ну это вот есть такие вот восточные виды единоборств ну включай много слов лучше один раз увидеть чем в общем-то слушать тебя да вот ну и соответственно ставит она этот фильм и я потерялся то есть она рядом сидела что-то мне рассказывает но у меня как будто выключили звук свет то есть у меня включилась абсолютно тоннельное зрение то есть я буквально вошел в этом брус ли я вошел это искусство и в этот момент я начал наполняться этой энергией то есть я не 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 понимал что это да ну пошел какой-то просто мощнейший поток снизу и конечно было примеси сексуального возбуждения дамы молодых вот но вот это вот как бы мураши все это вот так так такая волна и фильм закончился а вот и я в себе то есть вот настолько был погружен она что-то говорит я говорю маша это но я домой вот я выхожу спускаюсь вниз от такой старых сталинский дом иду и вдруг я поворачиваю голову ящик металлический и металлические ящики почтовые я вдруг останавливаюсь и так ударил в этот ящик и просто он вот так пополам согнулся я смотрю на свои руки они целы нету ни царапин ничего ящик в щепке и у меня вот тут когнитивный диссонанс то есть я вообще не понимаю ничего да то есть что произошло и вот с этого момента я понял что это мой путь то есть путь энергии путь то что скрыто но то что на самом деле сильнее самый мощный горы самого мощного медведя самого мощного тигра да то есть это вот эта внутренняя энергия и я ее начал изучать и все то есть в жизни я занимался разными вещами там 11 закончил 2 3 но всегда я занимался углубленным изучением восточных видов единоморств потом пошел рукопашный бой занимался там у мастера ежова потом познакомился с глебом горячим это тогда уже касьянова потом пошел киок шинкай потом пошел в тэквондо то есть я переходил из искусства в искусство я изучал это все и соответственно пришел к основе основ это то с чего все начинается это цикгун да то есть цикгун это движение энергии это суть которая впервые я почувствовал когда увидел брюс линь и и работа с мастером потом уже не стали открывать да что передача знаний она происходит именно так мастер может просто сидеть напротив тебя и если у тебя есть дар принять то что он дает ты становишься этим человеком да но если взять допустим скажем практики тибетские то есть тантрические практики когда мы входим в образ божества да то есть мы чувствуем энергии божества принимаем силу божества то есть мы растворяемся становимся божеством и через это мы трансформируемся вот точно так же да то есть это принятие знаний да когда вот учитель просто не одна ученица до рассказывала в германии приехал какой-то йог книжку покажет по-моему жулик какой-то это вышел этот зал собрался все это он посидел помолчал посмотрел на нас вот так вот неподвижно потом встал ушел все как бы деньги собрал вот а потом пошли изменения жизни всех да то есть ну у кого какие то есть конечно всегда начинается все с выхода негатива да то есть когда мастер лезвием провел по скажем в какому-то чирю да то есть вылезает гной и как бы это неприятно видеть ты думаешь какая мерзость принципе ходил бы тогда ничего не страшно но не да то есть для облегчения мы как бы высвобождаем и также высвобождается до из бессознательного какие-то страхи ужасы и идут естественно отработки и вот к слову сказать да что вот противопоказанным людям даже вот всегда тибетских практиках в йоге до закончил университет йоги всегда преподаватели говорили что вот ограничение идет людям психическими заболеваниями да там допустим шизофрении то есть когда он входит в расслабленное состояние да то есть определенное медитативное состояние что может подняться какой вытесненный материал из бессознательного может подняться совершенно непонятно человек может плеваться может что-то изрыгать из себя орать ругаться и так далее так далее да и даже такая вот безобидная практика шины допустим на осмотрение на букву а до тибетскую неподвижно все да то есть как бы в текстах написано о том что мы смотрим на эту букву и у некоторых может начаться слюноотделения хохот смех плач и так далее да то есть это выходы потому что вы как бы якорите мозг на определенном объекте да то есть и не даете этой бешеной обезьяне прыгать до туда-сюда и когда мозг якориться на открывается бессознательная часть и что оттуда вылетит как бы непонятно вот и продолжу да то есть пришел цигун цигун движения энергии соответственно тоже искал долго и занимался у разных мастеров соответственно да и каждый мастер носил определенный кирпич в развитии да почему не существует плохих учителей да потому что любой учитель даже которые вот мало знает да может он дает неправильные знания но принимая эти знания ты когда встречаешься действительно с жемчужину да виде знаний у тебя есть чем сравнить да то есть как бы человек который там разорился да он как бы знает что это да то есть с ним проще он зарабатывает быстрее также здесь дать человек который побывал в плохом он вот это хороший у него на контрастах да на и я у него происходит осознание то есть он осознает что это действительно истинные знания и тогда он может переучиваться до перепопровать перри скажем делать ход назад и те знания да то есть пропуская их опять через себя что-то не нужно отбрасывать и тогда то хорошее что остается она входит в актив то есть она уже не будет потерянно поэтому всегда каждый человек он ведь притягивает своего учителя и это не только касается духовности это касается и любого дела да там банковское дело может быть там торговое дело и так далее и так далее да то есть всегда есть чудные люди которые являются супер профессионалами они чудные они по факту вот ты на них посмотришь скажу о блин опять в разных носках ботинках он просто другой он видит по-другому жизнь и он видит по-другому но он супер профессионал именно за счет того что он всегда играет против толпы да тот кто играет против толпы он всегда выпишет это не стандартные люди и вот учиться у таких людей это большое счастье да но надо чувствовать да так можно почувствовать можно притянуться силы своего сердца поэтому накапливая знание до достиг определенных высота в цельбу да соответственно перешел получал у известнейших мастеров первые мастера которые приехали да в россию значит соответственно японцы и вот первые мастера кто получали да то я получал у них рейки это было конечно совсем другой рейки да то есть это был просто сверхъестественный поток и у меня сразу все пошло и когда там группка была маленькая да еще никто не знал что это такой рейки чё колдун что люди как бы не понимали да и когда у меня стало получаться на ветру он талантливый я говорю нету такого понятия ребят талантливый лучше хуже есть просто вот дело которым ты занимался да то есть я занимаюсь 17 лет в прошлой жизни возможно тоже занималась и бывают люди которые в 40 лет начинают что-то делать и делают это перфекти да они делают это блестяще почему кармическая наработка кармический background который то что они накопили в этой жизни если ты попадаешь в точку своего предназначения то в этом смысле ты вдруг раз и а как ты это делаешь я не знаю вот как-то держать всегда очень трудно объяснить какие-то гениальные вещи они происходят как будто сами собой они происходят как будто внезапно как будто случайности но случайности не бывает да это в этом заключается профессионализм и когда я уже начал иметь дело с рейки потом кослоэнергетика да пусть я подошел к тому что соответственно можно создать систему и это позволило мне создать систему потому что я повредил колено и от этих боли от страданий я в общем-то пришел в унылую форму и самое интересное все можете посмотреть там 6-7 лет назад такой толстячок животиком и так далее да вот соответственно курил вот там значит такой период был да то есть и уже задыхался и так далее вот я поднялся с помощью цигун на цигун танзицуань а вот эти практики до которые начал делать рейки да то есть они позволило мне войти вот в эту форму которая в общем-то я поддерживаю сейчас мне 57 лет а вот и то что вот я сделал да то есть нет такого что дать как бывает вот я пришла к нему и вот я там и вот да там была толстая стала худой да ура ура мастер да не нет такого ведь этого человека ведь можно купить правильно можно ему заплатить еще что все можно правда же да ну тем более в современном мире да да высоких технологий а вот я который был и который есть да вот и всегда надо смотреть на мастера да то есть если человек пропагандирует здоровье он должен соответственно соответствует как бы это вот понятно что все бывает да завтра можно заболеть есть такое понятие как непостоянство да можно заболеть можно умереть все что угодно может человеком случится да но лень мотив работа которую я проделал над собой она перед вами нет больше слов никаких да то есть не нужны вот толстяк вот человек форме да как ты это сделал да то есть видно что никаких пластических операций как бы вообще никогда и не было но я и против этого да то есть то что как бы оно все хорошо да но бывает так что вот несколько знакомых женщин да легли под нож и получили нехорошие последствия да вообще все что против бога да то есть сделали тело с таким длинным носом может и в прошлой жизни врал ну окей ходи но не ври до следующей жизни носа у тебя будет другой да поменьше чуть вот и так далее да может не сразу закончить в рай не всегда бывает людям просто в обычной жизни вот поэтому вот резюмирую это все до космы йога цигун это вот как раз выжимка то есть из тех практик до которые собственно говоря которым я учился на основании чего я разработал какие-то свои методики да но еще раз хочу сказать что по большому счету такого особенного ничего не придумывается да то есть это просто сведение всех сильных мест различных практик да и устранение каких-то неработающих моментов да и так далее то есть вот чем хорош симбиоз да вот то есть он хорош тем что всегда можно допустим да вот всегда есть и не я да то есть в любой ситуации ты можешь обращать внимание на положительность он ведь половину стакана он стакан наполовину пустой у него пустой да а он наполовину полный да то есть видите смысл то меняется да вот и точно так же да можно по разному относиться но плюс и минус да и не я имеется всегда и вот когда мы убираем то что не работает или то что приносит какие-то скажем так нехорошие последствия да может быть тяжело для большинства да но это убираем и заменяем из другой техники чем-то другим да и получается то что работает и самое главное что это все я прогнал через себя вот и конечно самое так сказать самый такой большой посыл у меня к вам подписчикам к зрителям до ученикам кто хочет заниматься по моей системе кто уже занимается да это то что работоспособность да то есть и вы не добьетесь ничего не йоты если вы не приложите к этому усилию самое главное захотеть жить захотеть быть полезным обществу захотеть быть полезным своей стране да то есть а больной человек негативный человек он не может принести никакой пользы да а смысл жизни человека заключается в чем вот как как говорят тибетцы да это собрать как бы два собрания да то есть осуществить два собрания это добродетель то есть помогать всем вокруг то помогать своим трудом помогать своими знаниями да помогать своими мыслями и второе это набрать знаний мудрость да и энергии да соответственно для чего для того чтобы начать понимать что мы не есть тело да что тело временно а мы вечно и ну это уже тема абсолютно другой лекции слушайте думайте осознавайте до встречи